всем привет рад видеть вас на своем канале сегодня обзор вот таких охотничьих патронов патроны очень старые нашел у себя одну пачку 16 калибр производства 1966 года то есть на момент съемки этого видео патроном 55 лет на коробке есть вот такая наклейка впервые вижу чтобы на таких патронах старых были какие-то подобные наклейки средневолжский совнархоз кому будет интересно что это значит может загуглить просто википедии и узнать информацию про этот совнархоз теперь саму коробку давайте рассмотрим коробка обычная для тех времен с таким вот примитивным принтом собака нарисованная надпись патроны охотничий 10 штук принципе все можно было бы еще что-то добавить больше на коробке нет никакой информации кроме того чем снаряжен патрон и номер госта давайте откроем коробку и посмотрим на сами патроны и так как можем видеть донцы гильзы и сам капсуль не имеют особых следов ржавчины коррозии и тому подобное сама папковая гильза имеет вот такой фиолетовый цвет скорее всего это фиолетовый лак который осыпается со временем перед съемкой данного видео я просмотрел на ю тубе аналогичные видео обзоры старых патронов но нигде не увидел похожей расцветки гильз цвет лака очень красивый но не все гильзы в упаковке имеют одинаковый оттенок вот если посмотрим можем найти более светлый оттенок почти красный есть темные некоторых патронах лак очень сильно осыпался что придает этим гильзам еще более старинный вид итак давайте возьмем один патрон распакуем его посмотрим на состояние дроби какие бы жизни стоят и на состояние пороха при визуальном осмотре на гильзе нет никаких видимых повреждений трещин гильза закрыта круглой закруткой а дроби нас отделяет вот такая прокладка картонная с нарисованной цифрой 3 что говорит о том что здесь заряжена дробь номер 3 итак давайте возьмем нож и вскроем этот патрон для вскрытия я возьму соответствующий нож это складной советский охотничий нож произведен примерно в тех же годах что и сами патроны для дроби возьмем вот такую крышечку аккуратно срезаем вот эту завальцовку и посмотрим на состояние дроби несколько дробинок прилипли к пыжу давайте возьмем нож и попробуем их отковырнуть вот получилось итак давайте взвесим какой же вес дроби был заряжен в этот патрон 27 86 грамм то есть округляем примерно 28 грамм дроби без дроби которые указаны на упаковке 27 грамм и так давайте подробнее рассмотрим саму дробь дробь конечно не идеальная но для тех времен достаточно таки неплохая мне приходилось видеть дробь намного хуже мне кажется здесь диаметр дроби немножко разный давайте попробуем измерить его штангель циркулем сейчас возьму самую маленькую на мой взгляд дробину и так получается три с половиной примерно три с половиной это у нас как раз номер три теперь попробую найти самую крупную дробину и померяем также ее диаметр и так получается примерно 3 и 7 ну округлим 375 это дробь номер два не знаю точно но возможно в советские времена были другие допуски для диаметров и номеров дроби возможно дробь номер три это было в границах от трех с половиной до четырех миллиметров продолжаем разборку патрона картон очень плотный качественный мне кажется гильзу с таким картоном можно переснаряжать несколько раз что в сравнении с современными пластиковыми патронами не всегда применимо итак теперь мы можем наблюдать интересную особенность нету картонной прокладки между войлочным пыжом и дробью то есть есть вот такой тонкий войлочный пыж дальше у нас идут два более толстых войлочных пыжа интересно будет ли картонная прокладка между пыжами и порохом все же есть картонная прокладка кстати пыжи не сильно задубевшие то есть немного пружинят картонная прокладка немного потемнела что говорит о том что пыжи были просалены но не очень сильно передали вот эту просалку картонной прокладки давайте померяем толщину самой прокладки и так полтора миллиметра в некоторых патронах мне встречались прокладки толщиной 2 и даже 3 миллиметра давайте взвесим вес пороха который был заряжен в этот патрон я не очень разбираюсь в порохах но визуально это действительно порох сокол пластинки более менее блестящие сам порох рассыпчатый то есть не спрессовался за такой долгий срок и я думаю он не утратил своих свойств то есть им еще можно снаряжать патроны и стрелять также визуально порох не выглядит мокрым то есть осалка от пыжи ему не передалась и он не утратил своих характеристик немного пороха пристало к донцу гильзы но это не критично и так мы видим вес 1,79 если посчитать вес того пороха который пристал к донцу как раз получается 1,8 грамма и так я разложил все составляющие патрона можем видеть дробь тонкую войлочную прокладку две прокладки толстые войлочные картонная прокладка и порох в донце гильзы у нас есть капсуль живело вот так выглядит донце гильзы капсуль мне блестит как новый если подсуммировать то что написано на упаковке и то что мы получили при разборке патрона все составляющие полностью совпадают данный патрон собран очень качественно для тех времен и с хороших компонентов качество самой папковой гильзы может свободно конкурировать с современной пластиковой гильзой поскольку я не планирую заряжать этот порох еще раз давайте просто пересыпем его в банку и попробуем поджечь посмотрим насколько быстро он сгорит и какова будет его реакция поскольку я являюсь владельцем оружия 12 калибра я не могу сделать тестовый отстрел этих патронов но с удовольствием передам тому у кого есть 16 калибр и кто может протестировать эти патроны и не побоится того что патроны настолько старые кому понравилось видео подпишитесь на канал не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик также пишите комментарии буду рад их прочитать всем спасибо за внимание всем пока 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 пока